Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новый ролик. Сразу скажу, я сделала для себя кофе. Самый вкусный и ароматный. Мне нужно было немножко успокоиться, и я займусь делом. То есть, буду снимать. Кто-то спросил в комментариях, то есть, предложил мне снять такой ролик, зачем я начала заниматься ютубом, то есть, снимать. Вот примерно я отвечу. Сделайте кофе, если вы хотите со мной. Зачем я начала? Потому что мне самый очень нравится ютуб. Понимаете, очень хороший сайт, потому что можно найти много полезных, много дурацких, конечно, но и много полезных роликов. К примеру, я там смотрю свои сериалы, а благодаря им, я уже говорила это в другом виде. Благодаря им, я приблизилась вообще к вам. Потому что у меня просто другого способа не было. Это случилось случайно, но не важно. Значит, там я смотрю свои сериалы, так научила русский. Там я смотрю, если мне нужен, к примеру, рецептик, что-то сделать. Там смотрю свою йогу, свои упражнения. Не знаю, вы сами знаете, что всё можно найти на ютубе. Всё, что вам нравится, всё, что вам... Почти всё, что вам нужно. Вообще, если вы хотите посмеяться, вы найдёте это на ютубе. Конечно, многие люди не признают это как работу. Значит, ютуб может быть и хобби, и работа. Да, не завидуйте. Потому что есть люди, которые, наверное, завидуют. Неважно сербий, русский, неважно вообще. И говорят, да, те ютуберы, там, это не работа, бла-бла-бла. Ну, человек нашёл, нашёл себе путь делать что-то, что любит, и зарабатывать деньги из-за этого. Но чего плохого? Я, конечно, хочу зарабатывать деньги от этого. Конечно, не хочу стоять в 6 утра, либо в 5 утра, и идти в фирму работать, фирму, фирму, да? Которой у нас построили иностранцы, и работать как граб. 6 дней недельно, 8 часов, 10 отсутствуешь от дома, у тебя сил ни на что нет. Свобода — это свободное время. Конечно, я знаю это, как работать. Я спокойной бабушки, когда была живая. Я, мама, сестренка. Мы шли, продавали на рынке, когда было очень холодно зимой, и когда было очень жарко летом. И, к примеру, я работала в деревне. Вообще-то я понимаю, что это работа. Но сейчас я учусь, и я не хочу завтра закончить в такие фабрики. Не знаю. Конечно, я не могу сразу стать не знаю кем. Даже самые успешные люди впервые начинались с самой простой работы. Ну, это, конечно. Ну, понимаете, что идёт на нервы? Потому что здесь мало перспективы. Даже с факультетом, даже с дипломой. Потому что нужны связи, нужны родственники, нужны всё. Понимаете? Это как везде. Почти. Ну, не знаю. Поэтому и нравится делать YouTube. Мне нравится говорить в камеру. А я смотрю на камеру, потому что если я смотрю в камеру, немножко странно, да? Так. Мне нравится говорить в камеру. Даже удобнее в камеру, когда говорю, говорить русский, чем сербский. Не знаю. Потому что привычка, понимаете? Когда я, особенно на чат-рулетке, на чат-рулетке привыкла говорить на русском. А потом, если другой язык, я начинаю. Ага, привет. А, нет-нет-нет. Подожди, другой язык. Другой. Значит, что? Я, возможно, теряюсь? Не хочу потерять вас наполовину? Значит, почему? Я хочу, конечно, и от этого всего зарабатывать и делать контент, делать приятно людям. Ага, да. У меня немножко такой мозг, да. Кроме того, что я люблю YouTube и люблю снимать контент, говорить в камеру, потому что я хочу, чтобы зарабатывала из этого. У меня тоже идея была. Я именно начала снимать. Извините, я не могу сидеть на одном месте очень долго. Начала снимать, когда... Несколько дней до этой вашей херни, которая случилась у вас. Я так скажу. Неладно. Если честно, конечно, у меня есть некоторые затеи, потому что у меня такой мозг. Я не знаю, это выложить без или нет. Ну, ничего не страшно. Я просто хотела приближиться к русским, когда все отталкивают. Понимаете? И в этот момент я почувствовала, что мне делать? Пойти на войну? Нет, ну уж нет. Я там погибну, как дурак. Нет, нет. Не будем об этом. Что мне делать? Что мне делать? Я вообще ничего не могу. Ах, да, могу попытаться приближить два народа. Да. И я уже успеваю в этом. Понимаете? Мне сегодня... Мне сегодня сестра говорила... Она работает на фабрике, да. Говорила, что там встретила русского. И она из-за меня, потому что постоянно слышит мне, как я говорю. Она успела несколько слов поговорить с ним. Значит, я успеваю приближить моему народу еще русский народ. Потому что они знают, да, мы братья все такое. Понимаете? Ну, мы через всего этого приближаемся. Если вы меня понимаете. Конечно. Значит, это... Это... Это, конечно, было и причиной... Что вам дальше говорить? Суть, наверное, вы поняли. Я всегда так делаю, когда конец видео. Я думаю в мозг свой, если что еще сказать, чтобы я что-то не пропустила, потому что, возможно, потом вспомню. И поэтому это... Вы не сердитесь, потому что я всего этого новенькая. И... Лучший такой кофе. Примерно вот это. Спасибо, дорогие друзья. Если вы посмотрели до самого конца, я не хочу тянуть это видео. Рубашка у меня не погладила, потому что я не люблю этого делать. Конечно, пишите в комментариях, что вас еще интересует, какие темы, что снимать. Я не обещаю, конечно, что я сделаю сейчас это, и что это буду снимать именно в такой тот же момент. Ну, что сейчас я сказала, не важно. В этот момент... Ну, будут иметь в виду, что снимать. Я уже вложила в видео про отношения с сербским к русским. С сербских к русским. Да. И это вызвало внимание. Я знала, что это немножко вызывает внимание. Конечно, у меня есть и такая тема. Ну, как мне говорят мои друзья, не надо пачкать свой YouTube-канал политикой. Конечно, у меня есть своё мнение. Своё мнение об вашей ситуации сейчас в стране. Если вас интересует, я могу об этом говорить. Это вызывает не знаю чё. Возможно, меня и забавит. Ну, если вас интересует моё мнение по поводу этого, меня есть. Пишите им об остальном, что вы хотите услышать. Пока. Я вам больше не буду отдолбить мост. Пока.